Этот заброшенный военный городок расположен в 20 минутах езды от города. Кроме того, что он выглядит прискорбно, это место хранит в себе большую опасность. Бывшая военная часть училища связи в 2015 году была передана в муниципальное образование Вышетравенского сельского поселения. Двигаясь по бетонным дорогам мимо разрушенных зданий, можно попасться на пятачок, где сейчас расположилась свалка промышленных отходов второго класса опасности. Людей здесь можно встретить нечасто, но появление опасных контейнеров было замечено сразу. В ноябре прошлого года неизвестными лицами был произведен свал вот этих емкостей с неизвестным веществом. Обращались в министерство природопользования, которые прислали Росприроднадзор, они сделали пробы, сказали, что это второй класс опасности. Соответственно, ликвидировать нужно на определенные места складирования отходов. Обратились в МУП экологозащиты, ждем результат. 14 сентября с утра на это место выехали представители природоохранной прокуратуры для проведения проверки по соблюдению законодательства. Связанного с обращением с отходами производства и потребления, в том числе и промышленными отходами. В настоящее время прокуратура, помимо принятия мер по ликвидации незаконного размещения отходов, будет дана надлежащая оценка природоохранному органу контроля по выполнению тех задач, которые поставлены перед ними, а также муниципальным предприятиям МУП экологозащиты по утилизации этих отходов. Вывести отходы данного класса опасности можно только на специальную свалку. За целый год места для их захоронения найдено не было. По предварительной версии, это отходы одной из ТЭЦ. Находясь рядом с контейнерами, несколько минут начинает першить в горле. Одни из них издают запах, напоминающий клей ПВА, а других пахнет как будто бы нашатырным спиртом. По данным исследований, которые проводили сотрудники Центра лабораторного анализа и технических исследований, данное вещество представляет реальную угрозу для окружающей природной среды и здоровья человека. В свою очередь, на территории бывшей военной базы до сих пор проживают люди в непосредственной близости от опасных отходов. В настоящее время будут детально исследованы данные вещества на предмет того, какое производство могло оставить, могло произвести данный отход в результате своей производственной деятельности. И исходя из этого, возможно, мы проведем прокурорские проверки тех объектов, тех производственных площадок, организаций, которые на территории Рязанской области могли получать данный вид отход от своей производственной деятельности. Виновные в организации несанкционированной свалки понесут наказание в зависимости от степени причиненного вреда окружающей среде и гражданам. Если были наружены только правила обращения с отходами, это будет квалифицироваться как административный проступок. Однако, если незаконное размещение отходов повлекло за собой существенный вред окружающей природной среде и угрозу причинения вреда здоровью граждан, тогда будет заведено уголовное дело по статье 247. Нарушение правил обращения экологически опасных веществ. Напоследок хотелось бы добавить, по словам представителей природоохранной прокуратуры, обнаруженное вещество могло не успеть нанести существенный вред природе, поскольку контейнеры были выгружены на бетонную поверхность. Несмотря на то, что отходы перезимовали в военной части, химикаты могли не проникнуть в землю. Мы будем следить за развитием событий, а пока вывоз этих отходов ложится на плечи Вышетравенского сельского поселения. Деньги на это будут выделены из бюджета, хотя могли пойти на развитие поселения. В свою очередь, земля, где расположена бывшая военная часть, квалифицируется как промышленная. Однако, пока на этом месте ни один инвестор не захотел построить завод.